Пока одни играют в гонки на компьютере, эти ребята осваивают скорость реальную, а не виртуальную. В Химках прошли соревнования по мотокроссу. Участникам состязания от 7 до 17 лет. Но несмотря на разницу в возрасте, все как один уверенно чувствуют себя на грунтовой трассе. Два класса, то что 65-85, это как бы объединенные у нас клубаторы, да, и класс 125, юниоры. Я вот рад тому, что вообще это событие у нас в конце концов состоялось. Мы как бы обкатывали трассу. Спортивный азарт усилился, когда пошел дождь. Стихию ребята восприняли как вызов. В какой-то момент дождь пошел, стало намного скользко, стало более скользко, очень сложно, мне очень понравилось. Когда заходишь в поворотную скорость, очень сложно там не упасть. Впрочем, даже если упал, поднимись и продолжи гонку. Другого пути к пьедесталу нет и не будет. Этим правилом в свое время руководствовался Юрий Худяков. Когда-то он так же, как и эти ребята, только начинал свой мотопуть. А сегодня носит звание мастера спорта международного класса. В те годы, как я стал спортсменом, у меня точно так же, как и всех ребят, видимо, скоростные спортивные мотоциклы заразили. И меня увлекло это мотоциклетный спорт тоже. И прошел в секцию точно так же, как и все ребята. Организаторы и судьи соревнований уверены, потенциал у нынешних спортсменов не меньше, чем у советских мальчишек. А возможностей развиваться в этом виде спорта гораздо больше. В Химкинской школе по техническим видам спорта сегодня готовят мотогонщиков высокого уровня. Благодаря квалифицированной подготовке ребята представляют округ на городских и всероссийских соревнованиях. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.